Давай, жги. Доклады, лекции, куда приглашаем топовые компании, интервью с практиками, которые делятся своим опытом. Практику мы скоро у нас будут практические занятия. Ну и, конечно же, если у вас есть запросы, можете написать. Мы в ручном режиме помогаем вам находить, в том числе, и меры поддержки для развития бизнеса. Ссылочка на активный предприниматель будет в описании. Сегодня у нас в гостях, я даже не знаю, как сказать, Алексей, он всесторонне развитый человек. Много тем можно обсуждать. Алексей Жарков сначала, наверное, представить надо. Алексей у нас основатель одного из крутейших сообществ, я о нем недавно только узнал, называется Business Family. Сейчас вторая версия Business Family. Я думаю, мы в процессе разговора об этом поговорим. Но немножечко еще про знакомство. Познакомился с Алексеем я на таких тусовках Саши Кравцова. Они вроде бы не разрекламируют, но такие люди приходят уникальные. Я про Business Family вообще ничего не знал. Познакомился именно с Алексеем как с экспертом про компетенции, про взгляд на как строить бизнес и все остальное. И, слушай, влюбился, Леша, тебе с тех пор. Теперь вот не могу отстать. Хорошо, отлично. Мы как бы можем понять профиль людей, которые сегодня с нами, чтобы прицелиться? Или мы двинемся так и будем смотреть записи? Ну, у нас запись, да, больше будет. Потому что пока по живым участникам. У нас Алена вот у нас, она везде. Алена, да, Алена, привет. Так. Слушай, я думаю, что надо ссылку отправить в чат, потому что народ спрашивает, куда присоединиться. Все ждали, что будут переграны. Вот, например, я не должен. Поэтому, я думаю, что просто не все еще догадались, куда заходить. Я-то думал, вообще, будем меня разбирать. Сейчас, секунду. Не два раз. Да, вот видишь, Алена тоже написала. Давай, да, помоги построить разговор, как тебе комфортно. Ну, смотри, первое, наверное, что очень зашло, это вот, когда ты говоришь про собственные компетенции. То есть, да, разобраться вообще, что это такое. Потому что люди вот бегут куда-то, теряя себя, что ли, я не знаю, вот проект интересный, а нужно то-то, какие-то тренды новые возникают. Этот шум весь поглощает, и человек, ну, по факту, вот себя не чувствует, как эксперта, что ли. В чем он эксперт, как это проявить в себе. Вот хотелось бы такой понятийный аппарат настроить, что для тебя вот такие собственные компетенции. Ну, смотри, откуда эта тема идет. У нас сейчас, поскольку все меняется, мы любители игр, смотреть на мир, как на игру, то у нас, получается, начинаются какие-то постоянно новые игры, и мы не успеваем разобраться с правилами. Соответственно, в таких условиях, в такой достаточно высокой неопределенности, ты можешь либо четко понимать правила и выигрывать за счет знания ходов, знания, как устроена игра, всяких таких деталей, либо за счет собственной компетенции. Если сравнить это с такой обычной игрой, представьте, что люди в карты играют, или дети где-то играют, вот сама игра меняется, покер, игра в дурака, еще чего-то, но один действует одним способом и постоянно выигрывает, в какой бы игре не оказался. Второй пытается там что-то долго разобраться, и там только-только разберется, а игра уже новая началась. Соответственно, сейчас, в такое время, какое сейчас, мы наблюдаем вокруг себя, кризисы происходят часто, смена правил игры происходит часто, и вот потребность понимания такой своей компетенции за счет чего ты выиграешь, она становится очень обостренной и важной. Собственно, про это мы и говорим. Теперь, если в самом понятии ноутбуке есть, то компетенция, она от английского «компит», «компит» — это соревноваться за счет чего ты выигрываешь. Способность, от слова «способ», ну, как бы талант, там, все остальное, они близкие, много отличающиеся вещи. Нам, на самом деле, важно здесь различать способность и компетенцию. Одна — это каким способом ты делаешь, вторая — за счет чего ты выигрываешь. Например, недавно я гулял по парку и наблюдал белку, и вот народ обсуждал, что белка вниз может бегать так же быстро, как вверх. Это ее способность, то есть таким способом она может передвигаться. То есть она как бы владеет таким способом, это у нее как бы задано, так сказать, на биологическом уровне. А компетенция, она такая, как бы больше там относится к мозгу, то есть ее можно дорабатывать, можно корректировать, менять. Вот, и там, не знаю, один правильно там как бы разбирается в людях, выстраивает вокруг себя ситуации, в которых там постоянно выигрывает. Другой там, не знаю, за счет какого-то баяния, коммуникации, чего-то еще может получить особые условия, которые другие не получают. Вот, это набор таких очень, как бы, софт-навыков в разных форматах. Вот, и почему это важно, вот, ну, вот в момент того, что происходит сейчас, когда непонятно, какие будут правила игры, у нас, как бы, мы существуем в такой ситуации полной неопределенности, есть несколько макроэкономических событий, таких больших событий, которые происходят, где там СОО, санкции и всего остального, они, как бы, не позволяют нам какой-то прогноз делать. То есть, куда бы мы не повернули, там, считаем, что санкции, например, навсегда, но вроде бы непонятны, навсегда, но в каком виде, они могут развернуться. Да, если считать, что там все развернется, то тогда. То есть, какой бы сценарий мы ни посмотрели, сложно опираться на что-то такое во внешней среде, что позволило бы построить такую, как бы, стабильную прогнозную модель. Ну, получается, ты должен опираться только на себя, на то, что ты реально умеешь делать. При этом предметные и профессиональные компетенции, то, что мы называем, они так сильно устаревают. Ну, например, там финансы-финансисты. Да, если мы посмотрим на финансистов, рынок финансов, он там радикально изменился. Не факт, что в России финансы, которые будут, они будут такие, как вот два года, один-два года назад. То есть, может, другие компетенции будут нужны, может, другим путем будет поворачиваться. А вот фондовых рынков больше, например, нет. В этом контексте очень многие спектры услуг, там, имениционного банкинга, определенных секторов коммерческого банкинга, он, получается, не нужен и не востребован. Ну, объективно. Просто такого рынка больше нет, нет этих финансовых инструментов, и вот, как бы, что с этим делать, непонятно. Соответственно, финансовая компетенция, она вот чуть не происходит. И вопрос, что если вот идти по предметной компетенции, то, получается, ты завязан вот на те сферы экономики, там, те регионы, где это есть. Ну, то есть, видимо, нужно ехать туда, где от фонда в городах существует. Опять же, понимаешь, что там будет ситуация очень высокой конкуренции, крайне высокой конкуренции, вот, и, скорее всего, там, к большому счету, на ровном месте вас никто не ждет. То есть, надо за счет чего-то, как бы, особенного с котел делать. Либо, как бы, смотреть на то, что вы умеете делать лучше всего, и эту вот, как бы, вещь, эту штуку в себе развивать и строить свою стратегию лично с учетом вот этих вот действий, как бы, того, что вы делаете лучше всего. Вот. У нас с тобой совершенно недавно был разговор относительно развития твоего сообщества. Ну, в принципе, некоторые аспекты вот этого взгляда коснулись. Вот. Можем на их примере поговорить. Я считаю, что так бы с любым понятен. Да. Я вижу, какие-то вопросы есть, нет? Хотелось бы, да, примеров, потому что, слушай, ты говоришь, когда даже ситуация меняется. Я думаю, что даже когда ситуация не меняется, человеку все равно вот проявить свою компетенцию часто мешают, может быть, даже какие-то внешние рамки или рамки в голове. Ну, как бы, они могут мешать, просто когда ситуация стабильная, может быть, не критично. То есть, идет карьера человеку, вошел в какую-то компанию, не знаю, растет в карьере, вот, ну, не цепил какую-то вот профессиональную, так сказать, тему, в которой он разбирается, вот, ну, он может очень долго расти, может просто быть не особо нужно. Таких примеров очень много. Какая-то все ломается, все разрушилось. Ну, там, мы видели, что люди строили карьеру в западных компаниях. В западной компании миксовообразной корпоративной культуры, там, как бы, да, какие-то свои есть. Фактор успеха, как построить карьеру. Вот, ну, вот, раз, они ушли, как бы, да, остались российские компании. Какие не будут? Ну, то есть, российские компании с американской культурой, вот, мы по-моему, бизнес, да, их там очень немного. Они есть, вот, но, как бы, реально немного. Там российские компании с русской культурой не так, что не выживают. Там, да, госкорпорации, это отдельная тема, у них там своя специфика. Вот, и не так, что вот этот, как бы, перенос там профессиональных областей в одной среде, так просто происходит по другим. Скорее всего, это будут новые правила игры. Вот, поэтому мы досмотрели на тему, типа, что вы можете делать, если говорить о вашей профессии, говорить о ваших каких-то предметах, навыках, что, как бы, такое, что вы делаете. Вот, как мы на наши игры приводим к примеру. Вот, если там смотреть на детей, у них, как бы, есть игра, в которой они играют, там, типа, прятки, там, и что-то. А есть, как бы, то за счет чего они выигрывают. Одним быстрее бегают, другой много разговаривают, там, что-то убалтывают. Третий, еще чего-то, какая бы игра ни была, за счет этого действия, там, как бы, можно побеждать и проигрывать. И, соответственно, понимание вот этого, как вы умеете лучше всего в соотношении с этой внешней средой, это, как бы, есть точка относительно, к которой можно построить сейчас стратегию, то, что мы назвали, в теме кратного роста. Опереться вот на то, что вы имеете. Можно даже не меняя себе среду и компанию, а поменяв, как бы, саму тематику, кого-то занимаетесь. Вот, и на это опереться. Вот. Глубоко, но здесь получается, по факту, может менять придется процессе в бизнесе, команду и все, если она неправильно построена вокруг компетенции твоей. Ну, так, если у тебя все ломается, какая разница? Мы же говорим не про ситуацию стабильности, а когда и так все рушится. Хорошо, давай, например, ну, сломается, сломается. Сообщество, активный предприниматель. Ну, вот, как бы, да, общество – это предмет, сообщество, это некий проект. Сообщества много на рынке существует, да, разный. Вот, вопрос, как бы, ну, то есть оно каким-то образом запустится, а дальше, как бы, вопрос, там, твоей роли в этом сообществе. Что ты умеешь делать и чем оно будет отличаться от других. Как бы, как это совместит? Ну, то есть, как бы, понятно, что там есть сообществ много, то есть некая там средняя кривая рост. То есть ты в среднем делаешь то же самое, что другие, что ты вырастешь в среднем на их уровень, скорее всего, рынок чуть-чуть уменьшится. А дальше, как бы, ну, видимо, там, амбиция – это расти быстрее рынка. Вот, вопрос, как? За счет чего ты будешь их обгонять? Ну, если ты говоришь про компетенции, которые внутренние, то за счет коммуникаций. Ну, все же делают коммуникации. А это некомпетенция? Тогда нужно найти сильную компетенцию, за счет чего кратный рост будет. Вот мы и говорили, что она должна опираться на компетенцию основателя, что основатель сам по себе умеет делать лучше всего. и вот это вот то, что он умеет, оно как бы сделать его основным компетенциальным преимуществом. Ну, условно, например, человек умеет, сейчас давай, не на тебе, а на таких, как Гранд, но человек умеет быстро входить в контакт с ресурсными людьми, например. Ресурс имеется с какими-то чиновниками, бизнесменами. Ну, тогда сообщество можно выстроить на каком постоянном потоке ресурсных людей, которые для других недоступны, оно постоянно будет, да, и, собственно, будет за этим бежать. Если, собственно, это делать хреново, то такой клуб не получится. Теперь вопрос, как бы вот это, то, что делать, собственно, как из этого выделить стратегию, которая там компанию подтолкнет сильно вперед. Каким образом? Вот это и есть заход на определенный кратный рост. Слушай, ну, видишь, даже один вопрос твой, он уже как-то в ступик водит, потому что я не понимаю, как понять сильную компетенцию. Для многих людей, например, это может казаться как-то обыденной вещью, ты не можешь разобрать в своих действиях, где это сильная компетенция, как ее оценить, как найти, что ли, проявить, я не знаю. Там разные способы есть, я могу сказать, что есть какой-то один секрет, который мы можем узнать. С детьми в этом смысле проще, можно понаблюдать за игрой, что они делают лучше. А взрослые это сильно сложнее, но один из способов это участие в нашей форте программических играх, где мы модерируем игру, и из игры видно, как человек действует. В игре он не может сделать лучше, чем в жизни. то есть игра это предел способностей, компетенции. Либо такой же, либо он просто не понял, не включился. Из какого-то количества игр это можно увидеть за счет наблюдения. Можно за счет наблюдения. Есть люди, которые идут дневники ежедневные, достаточно подробные, что они делали, и потом проводят профлексию за квартал, я так периодически делаю по себе. Но там для этого нужно это регулярно делать. Это должно пройти время, и подробное свидание дневника, что вы делали, что происходило, чтобы установить действия, которые происходили. Все там такие стандартные тесты, типа флоган, они на это не отвечают. Они косвенно этого касаются. Флоган сколько проходил, много раз проходил эти тесты. Они метриками показывают, что есть. Вообще показывают себя предприниматель. Я и так знаю себя предприниматель. А как я могу опереться, усилить, собрать себе, я составить не могу. А из наших могу. Потому что по играм у нас когда мы проходим, мы делаем схематизацию, как человек действует. Я только сейчас пример придумал. Уметь пробиваться по сложным контактам, влезает в какие-то запутанные конфликты и их разбивает. Это может быть компетенция. Ее можно в предел компетенция. По факту тогда получается там например бизнес был, не знаю маркетинг, можно брать сложные продукты и продавать сложным компаниям. Можно трансформировать разные модели. Ну они конечно все трансформируют. То есть вопрос не что вы делаете, а как вы делаете. Что вы делаете может остаться тем же, но как и для чего оно может поменяться. Вот в этом контексте я тебе говорю что тебе надо разобраться что ты сам делаешь лучше всего что у тебя получается и опираться на вот эту основу как суть твоего проекта который ты видел. Я немного тебя видел здесь чтобы его сфорентировать и описать но объективно у нас совместного бизнеса не было много не надествовали выиграть отношения играл хотя мы тебя приглашали два раза даже я прохукал поэтому сказать что ты примерно делаешь мне сложно я могу косвенно наблюдаю остальные действиями даже не действиями а скорее постами это определенное сужение действий и все что ты делаешь что я вижу мне сложно сказать что ты можешь выигрывать но это можно до этого можно докапываться на это можно основывать свой следующий ну смотри здесь знаешь например игры круто я все-таки думаю что вы меня все-таки позовете еще раз я попаду на них вот например люди будут смотреть видео и ну если глубоко смотреть то по факту пока ты не нашел свою вот эту компетенцию внутреннюю то вокруг много может рушиться да и ты можешь терять и в принципе и деньги большие потому что по факту эту компетенцию можно использовать для других проектов без разницы как ты говоришь что делаешь важно как а второе ты можешь терять интерес в принципе к деятельности потому что это не твое тебя куда-то впихывают другие процессы вот человек он такой стоит запутанный и он хочет расти как это кроме Леши Жаркова и Игорь можно реально это вычленить и определить или это вот я не знаю сложная такая наверное суть предпринимательства может быть или человека ну я не совсем понял вопрос как его определить ну сложно то есть такого рецепта нет мы определяем через участие в играх и через определенное наблюдение взаимодействие с нами то есть по факту любые там какие-то коучи психологи это теория игра это практика где сразу проявляется нет они не теория просто с коучами есть один нюанс коучи если мы говорим про профессиональные коучи говорить про профессиональную сферу а не только он называется коучи коучи это все-таки определенная методология рынок индивидуального консалтинга индивидуального советического в котором большую роль занимает коучи он в огромном смысле метаблогизирован американская школа International Coaching называется Association и они как бы у них есть своя методика которая что-то позволяет делать что-то не позволяет она в меньшей степени отвечает на вопрос какие ваши способности это как бы не закладывалось в эту каталогию там основное то что ну как я понимаю профессионалы поправят но как я понимаю это такая как бы определенным определенным образом методологизированная рефлексия того что человек делает сам задумается сам поймет как человек который задает ему вопросы может направить под размышлением под действием человека вот и это через вопрос происходят вопросы размышления при этом фоуч сам не собирается никакой ответ давать он якобы просто ведет но тут поскольку это такая вот я не знаю как ты пришел к врачу спрашивай не спрашивай что-то нащупать можно тебе нужен конкретный диагноз в виде картинки фотографии x-ray рентгена по-русски там или мартэ нужно какой-то срез и хочет не делать конкретный человек может со своей колокольни перевести но опять же вопрос есть у него самая компетенция определять компетенцию других людей это ни разу не просто это не знаешь наверное здесь это как пример свободу можно сказать что вода это бурлящий поток а можно сказать что это H2O не ну не знаю хороший вопрос сделать такой я в кавычках говорю я сейчас не говорю как вам действует хороший вопрос сделать какой-то самотест как можно самому себя протестировать и понять что это получается лучше всего не знаю в моем случае мне это люди показывали грубо говоря если вспомнить меня на играх это было просто видно очень явно что я умею делал что я не не делал и даже потом это схематизировалось определенным образом мне было понятно много действий например все окружение очень долго кстати извините там говорят что ссылки не могут открыть смотри в чат мне очень много до начала игры люди говорили что у меня есть какое-то странное свойство когда я с ними в конфликте поругался я все все равно с ними остаюсь в таком контакте отношениях и у меня рабочий контакт не прорывается и они почему-то выделяли как сильную сторону вот как бы как это получается а я даже об этом не задумывался у меня был стран ну я посрался посрался личная часть а что я бизнес буду гробить у меня идет контракт идет контракт я как бы разные параллельные миры я пока мне это не показали что другие когда ругаются они ругаются напрочь я не замечал за собой что у меня такая особенность есть также я увидел что для людей которые друг с другом ругались у меня было несколько примеров не то что верить нет верить это лично я могу между ними эту цепочку бизнесов восстановить то есть я как такой гарант поступаю они бизнес вести хотят друг другом а общаться другом не готовы но это разделение которое было у меня я заменял у меня тогда было наблюдение что одна из моих компетенций ситуация когда люди в конфликте я могу это происходит они сами на меня идут это не какая-то додуманная ситуация что если эту ситуацию уводить в предел то например мой бизнес или моя деятельность может быть основана на юридическом консалтинге разном может быть торговая компания которая работает разными сторонами еще какая-то финансовая компания коллекторская компания какая-то юридическая отвязка она логична для моей компетенции мне это легко она легко и я могу какой-то сверхрезультат показать и этот сверхрезультат имеет шанс привести к сверхдоходу я про это говорю когда мы говорим про кратно рост компетенции а если я при этом занимаюсь обычными вещами делаю например просто стартап как делать стартап в моем деле делали брали тренды смотрели что идет что не идет анализировали и запускали то что имеет с точки зрения рационального оценки максимальную вероятность успеха в ближайшие 2-3 года но мне просто когда стартапов было больше 10 в сумме большое количество неудачных после какой-то момента когда я в принципе научился и увидел что это такая вероятность которая имеет ни разу ни одна десятая вероятность а гораздо меньше говорят 10% мне кажется на 1,5 наверное правильно сказать а может быть даже еще больше еще меньше вероятности если я трачу год на проект а мне нужно 500 то 500 лет мне не дано физически силы ограниченное количество времени ограниченное количество в жизни какие-то плоды хочется собирать сейчас получается этот путь он просто тупиковый стартап это какая-то другая игра не та которая рисует ее зашел пришел увидел победил так не работает бывают счастливчики как в казино но в целом в среднем достаточно тяжелый хлеб достаточно своей специфики а если говорить о отбывании дохода то компетентность проблем решает гораздо быстрее потому что якобы такие проблемы решал также вот у нас один человек играл в игры известный предприниматель в своих кругах и мы когда с ним и в играх проводили и с ним определенное интервью делали тоже пытались понять про точки его роста но больше с целью исследовательства было интересно и выяснилось что он такой немного брутальным предположением человек все основные поворотные моменты у него в жизни были за счет такого вабанка он вступал в сложные переговоры с полубандосами и вот за счет внешнего вида и хода вабанка ему много доверяли видно что чувак определенной характеристики он точно пробивной и он брал на такой фонд что ли сказать правильный за ним было желание работать и они вгрызались но ему много доверяли то что другим не давали то есть люди приходили что-то просили выгоняли а что пришел все кладет вабанка полностью они видят что он в такую ситуацию ведет ему верят доверяют а дальше за счет того что у него в теме наработка большая строительная тема у него статистически много получалось и успех быстро масштабировался мы эту тему вабанка увидели ну и соответственно в игре он похожим образом действовал получается что он не только в этой теме это может делать а в принципе на гораздо более широком поддаке он смотрит на строительную отрасль с ней все в порядке но гипотически его компетенция совсем не в стройке а шире стройка это предмет на обыске он реализует в большом счету ему нужна правильная команда он и умеет находить возьмем Тинькова человек перескакивал пельмени пиво банк своя компетенция она точно не отраслевает вот этот пример у него точно что-то есть я с ним чуть-чуть знаком лично не столько чтобы оценить что он делает вместе неработку но явно что-то у него такое есть раз он из тем выпрыгивает слушай но здесь если прям это глубже смотреть у меня недавно хороший эфир был с человеком из мира цифры к высокому уровню в любой цифровой платформе важно найти базовую транзакцию а когда ты ее находишь без разницы дальше начинаешь соединять она кругом у тебя начинает как красной нить идти вот когда ты говоришь про компетенцию получается что первое хотя бы просто ее понять какая она а монетизировать человек может даже не понимать как ее важно ее вычлить ну разными способами видимо важно если как бы дальше если ты в неопределенность попадаешь как вот ребенок который там умеет коммуницировать разговаривать ему нужна игра в которой много людей если людей будет мало может быть такие опросы типа 360 близкие сотрудники которые там напишут не знаю твои какие-то штуки что вот может быть базовой такой компетенции мы пробовали опрашивать людей 360 360 дает очень банальные вещи то есть там за банальность сложно выскочить ну как бы ты людей которые тоже не задумывались ни о своей ничего компетенции спрашиваешь о том о чем они плохо понимают но они там как-то шаблоном ответят ну там человек стрессов получил скажем ну вот он внимательнее к деталям он там умеет считать пунктуальный да вот ну не знаю может из этого достроишь может в гарантированном способе здесь пока на сегодняшний момент вот эта работа ты не думал в этом плане какой-то разработать тесты методологию чтобы человек мы же делаем это исследование сейчас которое вот из игр когда мы делаем схему компетенции проводим игры и анализируем как люди действовали у нас там около шотни с кем компетенции мы определили но это пока недостаточно чтобы из этого делать какую-то не знаю то есть научную модель мы это пока не назовем это такой набор наблюдений исправим и то может быть ошибочно но это предмет для какого-то глубокого размещения мы здесь точно что-то сделали и точно это интереснее чем кб-тестовые шкальные опросы с ними невозможно дальше работать непонятно как они на ответ как вы делаете не отвечают то есть берем машину метрики а вот как на ней обогнать ответа нет а нам нужен именно этот ответ вот именно как пока нет ответа как максимум можно сказать что человека надо из этой сферы убрать на минус может работать но вряд ли мы такую ситуацию рассматриваем что там совсем все плохо а ты слышал что-то про школу перформе компании если скинешь ссылку посмотрел не на слуху они несколько лет назад примерно похожи занимались только больше про команду получается тогда это такой вопрос в саморазвитии в самокопании найти для себя активные стороны и как ты говорил вести наблюдение они проявляются в моменте времени регулярно или нерегулярно это моя иллюзия да нет они в принципе когда схема определена они работают с ней мы когда по своим экспериментуемым такое делали получается что она работает постоянно через три месяца цикла она срабатывает как проект и в течение дня она тоже срабатывает на определенной границе но это можно заметить только знаем ну например там у нас была определена схема Кравцова кстати у него даже отдельно есть инструкция к этой схеме мы делали вот по крайней мере там годовало-давность они тоже меняются во действии разных событий эстетичные очень вот мы его схему определяли человек который вокруг себя вокруг себя собирает интересных людей закидывает какую-то идею которая перемалывается трансформируется в что-то другое и потом другое измененное снова проходит по циклу Александра он обязательно крутит идею вокруг людей ему важно нахождение на определенной орбите соответственно в чистом виде из такой компетенции хорошо работают такие зажигательные темы которые вдохновляют идей но сложно работают темы которые превращаются в бизнес стартап потому что это не залога схема в текущем виде по крайней мере в принципе мужской клуб он по этой схеме в чистом виде создавался когда схему определили его до происходящего проекта который он запускал которые были вокруг него кроссов в смысле очень интересный человек у него жизнь свободная такой очень рефлексивный и вот чувствительный к тому чтобы делать то что по душе говорят и у него проекты очень показывают что у него получается он в это не играет это опять же возвращаясь к детям дети не играют в игры в которых у них нет компетенции потому что это не игра получается насилие понятно прикольно а тут человек выстраивает свою жизнь как реальную игру ему действительно интересно наблюдая за такими людьми потому что они делают в тип проектов видно чем они интересуются что у них много ты знаешь я вспомнил историю у меня разговор с одним психологом был она говорит а ты точно бизнесом хочешь заниматься я говорю слушай я не знаю я может тусить хочу она говорит так тусить тоже можно зарабатывать пойми что ты хочешь то есть получается по факту посмотреть глубоко на все чем ты занимаешься с точки зрения игры я хочу вот играть или не хочу ну типа того да но только это надо широко смотреть то есть это не в конкретный проект смотреть а в том что за этим стоит что ты делаешь ну да как то мне нравится придумывание новых тем я хочу придумывать я не хочу ты даже в подписи придумал все это да проявляешь в словах все верно подмечаешь да вот просто на себе это обычно заметить сильно сложнее чем на других потому что ты сам на себя не можешь мозгом посмотреть глазами хоть через зеркало можно а мозга такого способа нет ну вот вопрос посмотрят нас 10 тысяч человек скажут Леша Жарков где твои игры на 10 тысяч когда они будут на 10 тысяч я не собираюсь сделать игры это не наших планов франческие игры они рассчитаны на 15-20 человек не более и у них есть определенная задача вот нам не нужно 10 тысяч 10 тысяч нам интересно сообществу десятки тысяч привлекаем но не для игр по крайней мере не для этих игр в общем 980 скажут пока мы без компетенций собственно поживем поознаемся в жизни слушай ну не факт что я прав могу сказать что точно ответ он где-то там но не факт что мы правильно делаем и это все пока находится в стадии такого определенного эксперимента правым и неправым мы видим только на играх когда мы определили и человека бросили в игру смотреть чтобы подтвердилось не подтвердилось вот это вот это и есть вот но это надо обжать на наших играх участников много участников это не одна там 5-10 игр это определенное терпение желание определенные ресурсы время деньги не все готовы на это усилие тратить я не знаю у меня в принципе вопросов стало еще больше не убавить но вектор понятен темные пятна прожектор направился получается это как ракета наверное знаешь когда тяжело как ты говоришь много всего приходится изучать анализировать а потом а потом отваливается ты начинаешь лететь поднимая свою базовую компетенцию наверное про это говорится когда кратный рост ты в принципе начинаешь смотреть на маленький огород а планету этой компетенции можешь охватить ну типа того в этом смысле то что мы в блоге начали делать в виде разборов оно как бы такая промежуточная ступенька между сложным определением компетенции и диалогом по ориентированию то есть сначала можно просто поговорить как человек смотрит что у него проблема и что он видит вокруг тебя и разобрать ситуацию то что мы предполагали по крайней мере то что на наш взгляд происходит в нашем блоге оно как бы сделано для этого ну а вот вроде как бы по тем вопросам которые мы делаем оно так и похоже вот поэтому получается вот это про сообщество в телеграме друзья мы ссылку обязательно дадим это вот группы которые ты создаешь где человек придумывает сам решение исходя из своей логики мышления можно понять как он думает какая у него сильная страна например ну нет это вот не придумывает он находит точнее решение из информации которая есть саму схему мы там не разбираем там все прочее он просто отец ситуации в которой находится ну там эти разные примеры вот там вот Алена у нас участвует можно спросить что она думает вот у нее там есть планы по развитию компании что с ним делать с чего начать у нее какая-то своя система ориентации на момент начала и непонятно что там сейчас делать что потом делать нужно зачем ей так делать или не так делать и она там один путь в том зад вопрос ей дают другую путь ну вот Алена говорит а не систем просто делать а ей дают как бы другой путь как не просто сделать а сделать так чтобы какой-то результат начинает смотреть почему другому говорят может ей что-то поменять соответственно это такой момент людям вопросов обсуждения нужны правильные собеседники как хорошо говорит нужны правильные люди об кого подумать и их сложно собрать вокруг себя реально сложно у них тоже должна быть определенная компетенция надо в такую диалог вести вот у меня эта компетенция она точно и позволяет сделать так что у меня можно спросить и я как бы дам ориентирование то есть само ориентирование могу дать неправильно потому что у меня нету полностью вводных данных таких как у человека но принципы они будут понятны по ним человек может восстановить относительно себя уже не спрашивая меня, куда-сюда идти, сюда или не сюда идти. Но это по конкретному вопросу, то есть это не принцип жизни. Я не могу дать компас по жизни. Я не проповедник, у нас никакая не философская, не религиозная система. У нас совершенно такие практически вопросы, которые... Ну, они необязательно в деятельности. В деятельности. Это мы можем подсказать. Ну, где-то может быть даже грани деятельности какого-то личного хобби, чего-чего-то, куда-нибудь сообщество для друзей набрать. Все же возможности, они на людях себя-себят. Поэтому это перемешиваются. Есть пересекающие моменты. Вот. И поэтому нам, мне это точно интересно, видно, какая-то картинка мне проясняет, что у людей происходит. Мне это интересно, сколько часов в неделю я готов на трассе. И на мой взгляд, получается такое достаточно полезное. Все у нас с минуты четыре. Все круто. Слушай, я очень жду приглашения на следующую игру. Ну, прямо, Леша, буквально наставление, вот, четыре минуты предпринимателям, которые будут смотреть видео. Ален, кстати, просто и дело, действительно, Леша круто сказал, как продавец говорит, это я просто презентовал товар. Где продавать надо, а не просто презентовайся. Да, слушай, какое наставление? Невозможно универсально дать какое наставление. Копаться от своих компетенций, в чем вы сильны, и в чем у вас получается лучше других, точно полезны. Точно дают сближки. И нужны правильные собеседники, чтобы до этого докопаться. Даже если неправильно, тоже хорошо, потому что попробуйте и посмотрим, если будет. Но правильные точно нужны. В этом смысле мы считаем, что наша игра неправильная. Поэтому кому интересно, может, за ним следить, я скину ссылку на момент, когда мы это опубликуем. Мы тоже делаем не очень часто. И это для нас не бизнес. Такая коммерческая история, она не нацелена, на изникание прибыли, а скорее, чтобы такой собственный опыт получили по теме. Поэтому компетенциями работает интересно. Второе, что если есть какие-то вопросы, которые сели, подумали, что вам сегодня непонятно, в чем, в ходе запрыг, что происходит, то мотивируем, если Илья разрешит, кинь ссылку на эту форму, где у нас идет разбора, я посмотрю, наиболее интересное, мы их разбираем. Разбираем бесплатно, платно делать не собираемся. Это такая исследовательская штука, которую все стороны вперед двигают. Поэтому вот это я могу предложить. Ну и там пульс сообществами разными. Чем больше, тем лучше. Это полезно. Как-то так. Круто. Ну ссылки, конечно, мы все дадим. Как можно такое золото скрывать от людей, от глаз, от мышления, от мозга. Леша, спасибо тебе огромное. Я в очередной раз убеждаюсь в глубине мышления, потому что все-таки, когда начинаешь погружаться в успешных людей, там как раз не про, наверное, не про делать больше, а про то думать, как делать. Чем больше человек мыслит, тем он находит какие-то эти правильные изюминки, компетенции. Тебе хорошего полета, бизнес-фам или роста, и чтобы эта методология стала массовой, и тесты мог пройти любой человек, который захочет себя изучить с точки зрения собственной компетенции. Друзья, ищите компетенции, как только найдете, как будете, как та ракета, которая прилетит на Марс и захватит эту планету. Хорошо, отлично. Друзья, чудесный уход. На связи. Бизнес-фам или активный предприниматель вас ждет. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok